Погода продолжает преподносить сюрпризы. Если на прошлой неделе наш город и район парализовал ледяной дождь, то теперь на улицах Славянска на Кубани и поселении метет метель и образовались снежные заносы. И в ближайшее время никаких изменений метеорологи не обещают. Как Славянский район справляется с непогодой, смотрите в первом материале выпуска. Около 17 часов дня 29 января в нашем районе начался сильный снегопад, который продолжается до сих пор. По данным Славянской метеостанции, за ночь и утро выпало 16 миллиметров осадков. Высота снежных покровов на 12 часов дня доходила до 30 сантиметров. Температура воздуха опустилась до минус 15 градусов, что на 10 градусов ниже среднемесячной температуры января. О надвигающейся метели и похолодании все службы и население были предупреждены Краевым управлением ГО и ЧС еще накануне. Дорожники, коммунальщики, полицейские были переведены на режим полной готовности. В Славянском районе на расчистку снежных завалов были брошены все силы. Работы начались с самого утра. По улицам, где у нас завалы везде, по улицам конкретно по центральным мы ездим, расчищаем. Наши ребята с полчетвертого утра зачистят. В 7 утра глава района провел объезд территорий, на которых работает спецтехника и бригады рабочих. Основное внимание сейчас уделяется уборке снега на территории объектов социальной значимости. Это школы, детские сады, а также центральная районная больница. Те организации, которые начали уборку снега несвоевременно, получили замечания от главы района. Роман Синеговский дал указание все силы сосредоточить на расчистке подъездных путей к учреждениям социальной сферы. «Работают со стороны административного. Почистили там, где белье, грязную прачку, чтобы свободно было возить. К роддому подходы, с этой стороны заходы. В общем, работаем на территории, по указанию главврача, кто скажет, то и сделает. Два трактора у вас, да? Служба спасателей. Плюс наши, да. Ваши специалисты. Он здесь. Наших порядка десяти человек тоже работает. И с учетом того, что вы видите, погода, она лучшего пока ничего не предвещает. Мы должны есть, где погреться. Почистили, чаем напоил. Не поленитесь здесь. Чаем напоили, если надо, организуем какое-то горячее питание. И продолжаем, убираем, убираем в течение всех суток. И Юрий не устраивает меня, чтобы с утра не было готово. Поэтому есть все мужское у вас, как говорится, специалисты и дизелисты, я уже говорил, и энергетики есть. Есть и рабочие. С пяти утра, с пяти утра, в восемь утра должно быть все почище. В восемь. Не в девять, а в восемь утра. Из-за аномальных погодных условий коммунальные службы работают с привлечением всех технических и людских ресурсов, в первую очередь обеспечивая проходимость центральных дорог. Сотрудники районной и городской администрации, специалисты управления по делам молодежи также с самого утра вышли на расчистку снежных завалов. С таким объемом работ дорожные службы в одиночку не справятся, поэтому важен вклад каждого человека в общее дело. Призыв ко всем жителям не сидеть дома возле телевизора, особенно к мужчинам, и не смотреть в окошко, как кто-то работает, а взять лопату, выйти, почистить. Потому что у всех дети, у всех женщины, старики. Нужно выходить, в такую погоду, в такие ситуации, нужно вместе всем наводить порядок. Из-за непрекращающейся метели и гололёда на дорогах, движение на улицах города было сильно затруднено. Общественный транспорт вышел на маршруты с опозданием. В связи с чрезвычайной ситуацией многие славянцы сегодня с трудом добирались до работы. Вот здесь ночной. Вахта, на которую меня домой отвозят, где-то загрузила, не доехала. Я на вопрос, когда ехал сюда, здесь устаю, жду, пытаюсь домой доехать. Нужно хоть как-то помогать транспорту, не добраться никуда вообще. Я долго ехал сюда, очень долго. Мне в больницу надо, транспорты плохо ходят. Нужно как-то улучшать это, дороги расчищать. Спецтехника по расчистке улиц работает постоянно, но непрекращающийся снегопад сводит все их усилия практически на нет. Ситуация на дорогах остаётся сложной. Сотрудники ГИБДД автомобилистам советуют воздержаться от поездок. В связи с гололёдом и невозможностью подвоза детей с 8 утра 30 января было закрыто 16 школ района. В основном это сельские учебные заведения. Дети просто не смогли бы добраться на занятия. К обеду из-за погодных условий было принято решение временно приостановить работу до 3 февраля всех школ района. Тем не менее, детские сады, учреждения дополнительного образования, здравоохранение, социальные защиты работают в обычном режиме. Аномально холодная погода на территории Славянского района, по прогнозам синоптиков, продержится до 3 февраля. Температура воздуха будет понижаться до минус 13-19 градусов, местами до минус 25. Во избежание травм и чрезвычайных происшествий, просьба к жителям не выходить на улицу без крайней необходимости. Следите за исправностью системы отопления, сделайте запас воды и продуктов. Не перегружайте электросети электроприборами. В условиях аномально низких температур может возникнуть угроза увеличения количества ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий электропередач и их перегрузкой.